Друзья, мы продолжаем фестиваль научпоп-блогинга, не форум Homo Science. Следующая сессия называется «Искусственный интеллект-творец». Вспоминается знаменитая Азимовская «А может ли робот написать симфонию? А может ли он взять холст и превратить его в шедевр?» Ну и последние годы показывают, что ну как, ну может не прям чтоб шедевр, но на конкурсах победить может, и не на каких-нибудь конкурсах шахматистов. Это уже все давно съели, а на конкурсах живописи художники, конечно, бесятся. Ну как говорится, ты злишься, значит ты не прав. Вопрос, а что дальше? Какие еще рубежи предстоит взять искусственному интеллекту? Когда они получат избирательные права, наконец, расскажет об этом, ну может не совсем об этом, расскажет нам Сергей Марков, разработчик системы искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала «22 век». Сергей, ответь, пожалуйста, скажем так, какой ключевой рубеж будет взят искусственным интеллектом в ближайшем будущем? Или какие рубежи? Ну я думаю сейчас, конечно, основной рубеж, который все потихоньку начинают штурмовать, это генерация видео по текстовым запросам, потому что первые подобные модели уже появились, они, правда, генерируют такие очень маленькие, коротенькие ролики и так далее. Ну а дальше там уже мультимодальная генерация, то есть когда будем сразу видео, сопровождаемое звуком генерировать, то есть в общем движение все в этом направлении сейчас. Да, ну, короче говоря, художники, потом актеры, режиссеры, специалисты по спецэффектам, кто там еще останется без работы? Да никто не останется без работы. Ну прекрасно, прекрасно. Всем найдется работа, не знаю, в Макдоналдс, в это вкусная точка. Ладно, Сергей, тебе слово. Спасибо, Саша. Ты меня, конечно, немножко перехвалил, назвав меня одним из лучших специалистов в этой области. На самом деле я, наверное, начну свое выступление с маленького дисклеймера, я не совсем настоящий ученый, ну то есть у меня есть, конечно, там какое-то количество публикаций в международных изданиях, но вообще говоря, последние 20 лет я больше занимаюсь не столько наукой, сколько такой организацией науки, да, то есть под моим началом работает команда из 120 исследователей сейчас, и мы делаем очень разные вещи в области машинного обучения. Вот, ну и уж в силу того, что я руковожу большим количеством умных, талантливых людей, я от них понахватался немножко, вот. Ну и поэтому вот пока они работают и делают дело, я имею возможность перед вами выступить и что-то там на эту тему сказать. Вот. Ну, понятное дело, мы тут неожиданно с революцией, связанной с появлением такой модели, как трансформеры, в 17-м году внезапно оказались, ну, на такой стадии развития генеративных моделей, то есть мы видим каждый год, не знаю, может быть, каждый месяц, каждый день появляются новые модели, которые решают те задачи, которые, ну, вообще говоря, традиционно считаются прерогативой людей, да, и вообще вот эта вот граница, которая отделяет возможное и невозможное для машины, она, конечно, постепенно смещается, и в силу этого, ну, в некоторой степени девальвируются технологические достижения, имеющиеся у нас, то есть, скажем, ну, там, если бы вы в конце 40-х годов или в 50-е спросили бы случайного человека на улице, а вот будет ли настоящим искусственным интеллектом система, которая обыграет в шахматы чемпиона мира? Вот. Ну, и понятное дело, что, конечно, любой человек вам бы сказал, ну, да, конечно, безусловно. Вот. Ну, когда в 96-м году деблутыки победил Каспарова, нашлось множество людей, которые сказали, нет, ну, понимаете, эта машина, она глупая, никакого интеллекта там нет, она просто очень-очень быстрая, вот. И поэтому вот она пересчитала умного гроссмейстера. На самом деле это, конечно, не так. При помощи грубого счета решить проблему игры в шахматы нельзя, но мы сейчас не об этом будем говорить. Ну, и тогда, в конце 90-х, значит, критики технологического развития стали говорить, ну, шахматы это вообще, ну, игра глупая для детей. Вот есть настоящая такая восточная классная игра ГО. Вот. Вот она действительно доступна только человеку с его уникальными интеллектуальными способностями, потому что, значит, там нужно чувствовать дух, там высокие материи для того, чтобы играть хорошо в ГО. Вот. Ну, и в силу того, что ГО действительно на тот момент хорошо решить не удавалось при помощи существовавших моделей искусственного интеллекта, ну, ГО стал таким символом, да, то есть что вот, вот в ГО машины пока не могут людей обыграть. Вот. И поэтому, когда с Лисюдолием одним из сильнейших, возможно, даже сильнейшим в мире игроком в ГОС случился небольшой пердемонокль, вот, значит, тут, конечно, народ поднял некоторую панику, да, стали говорить, что, ну, нет, нет, ладно, все, короче, ГО это тоже, это и не была никогда интеллектуальная задача. Ну, подумаешь, у вас там какие-то сверточные нейронные сети, они что-то там, какие-то паттерны вычисляют, распознают на доске, поэтому вот и получилось так хорошо играть. Вот. Ну, а что дальше, да, то есть давайте придумаем какую-нибудь задачу, которую вот никогда машины не смогут решить, да, очередную задачу, которую машины не смогут решить никогда. Ну, и в целом, наверное, утвердилось такое мнение, что, ну, а вот творчество-то машинам не подвластно. Вот, конечно, машины играют в шахматы, в ГО, там, в покер людей обыгрывают, в Старкрафт даже иногда. Вот. Ну, и в общем и целом, конечно, появление моделей типа GPT-3, которые могли генерировать тексты, практически неотличимые от текстов, которые пишут люди, конечно, тоже неизбежно произвело, ну, такой эффект информационной бомбы. Вот. Но давайте мы немножко, прежде чем перейдем к последним достижениям, посмотрим вообще на историю творящих машин, потому что она, на самом деле, началась гораздо раньше, задолго до того, как появились нынешние генеративные трансформерные монстры. Вот. Фантасты вообще довольно давно задумывались о том, а что будет, когда мы наконец-то создадим машины, которые смогут творить. И, наверное, одно из любимых моих произведений на эту тему – это выдержка из Лема «Путешествие первое А» или электрувер Трурля, ну, или иногда электрибальт, да, в разных переводах по-разному. Вот. Ну, и вот Лем рассказывает историю, как, значит, удалось создать машину, которая сочиняла идеальные стихи подо все вкусы, да. Чем это кончилось? Ну, маленький спойлер, ничем хорошим для машины это не кончилось, потому что поэты напали, и, в общем, машину эту, естественно, сломали, да. Вот. Ну, а реально, когда же мы попробовали создавать машины, которые, ну, типа стали что-то сочинять? Ну, вот, смотрите, в XIII веке еще философ и теолог Раймонд Лулли придумал такую вот машину Лулли, да, значит, вот есть такой барабан практически, как в «Поле чудес», да, только состоящий из независимо вращающихся друг от друга колец. Вот. Ну, и, соответственно, крутим барабан, да, и получаем какое-то случайное сочетание понятий, концепций, которые записаны на кольцах этой машины. Ну, вот можно ли сказать, что такая машина может творить, что это творческий искусственный интеллект? Ну, вопрос в том, что мы считаем критерием творчества, да. Если мы считаем критерием творчества новизну созданного, то, ну, в общем-то, с новизной-то как раз у машины никаких проблем нету, да. Вот, допустим, Моцарт в свое время шутку предложил так называемую музыкальную игру в кости, да. Давайте возьмем игральные кости, на гранях их напишем, ну, какие-то отсылки к фрагментам музыкальным, да, будем эти кости выбрасывать, и, ну, вот какие фрагменты выпали, мы будем их объединять и получим, значит, ну, вот такую-то случайную мелодию. И, в общем-то, мы можем быть уверены с достаточной степенью, что это будет новая мелодия, которую никто никогда из людей-композиторов раньше не создавал. Вот. Ну, если мы хотим написать какую-то новую книгу, которую точно никто до нас не писал, ну, давайте просто сгенерируем случайную последовательность из символов, да. Вот я проверил в гугле, такой последовательности никто раньше не писал, да. Можно ли сказать, что произошел некий акт творчества, да, когда там в линейный конкурентный генератор случайных чисел подставили какое-то там стартовое значение и получили вот такую последовательность. Ну, кажется, недостаточно здесь, да, критерия новизны. Вот. И, да, то есть тут сразу, что я хочу сказать, тут точно нет компиляции, да, то есть вот фрагменты этой последовательности тоже ни у кого особо не позаимствованы. Вот. Вообще, вот, ну, со случайной генерацией много кто баловался, да. Вот как-то не странно, очень часто как-то людей из области технологии противопоставляют людям из области творчества. Ну, вот смотрите, Есенин, например, по воспоминаниям его друзей тоже баловался таким подходом, да, брал нарезанные картонные квадратики, на одной стороне цифры, на другой стороне слова. Вот. И вот пытался некоторым образом механизировать сочинение стихов. Таким образом, ну, искал идеи для своих произведений в неких случайных комбинациях. Вот. Ну, или там все, кто читал Ильфа и Петрова, тоже знают, да, что вот, пожалуйста, есть прекрасный инструмент для генерации юбилейных статей, табельных фильетонов, также парадных стихотворению «Од и тропарей», которые, собственно, Остап Бендер предложил журналисту Ухудшанскому. Ну, о чем писали Остап Бендер, точнее, о чем писали Ильф и Петров, да, значит, они писали о том, что, ну, в общем-то, человечество создает огромное количество текстов, которых на самом деле смысла-то не особо много, да, и, в общем-то, их вполне можно генерировать при помощи каких-то шаблонов. Вот. Но здесь самый, наверное, главный вопрос в том, что вот эта вот новая последовательность, которую мы создаем, да, какой художественной ценностью она обладает. И вот, говоря о художественной ценности, мы, конечно, тоже вторгаемся на такую очень зыбкую почву, потому что, ну, мы знаем, что среди людей-то и по поводу художественной ценности творения людей нету никакого единства, да. Кто-то вам скажет, что «Черный квадрат» Малевича – это гениальное произведение всех времен и народов, да, а кто-то скажет, ну, что это какая-то чепуха и симуляция искусства. Вот. Но, тем не менее, понятно, что если есть там определенные конкретные формы искусства, да, скажем, там, поэзия, сила ботаническая, да, в ней там есть рифмы, в ней есть ритмическое сочетание ударений, есть определенные формальные критерии, которым там произведение должно соответствовать, чтобы там быть признанным, принадлежащим определенному жанру и так далее, и так далее. Но, в общем-то, в эпоху постмодерна что только не может быть произведением искусства, да. Я уверен, что какие-нибудь постмодернистские философы искусства сказали бы, что вот эта случайная строчка, которую я там показал двумя слайдами раньше, она тоже является в некотором роде произведением искусства, да, еще в сочетании с моим выступлением является еще и перформансом, хэппинингом, хэппинингом, whatever. Вот. Поэтому вопрос, конечно, в том, что, окей, у нас есть какие-то произведения, которые генерят машины, как бы их оценивать, да, с точки зрения того, являются они творческими или нет. Можно ли здесь применить какие-то вообще объективные критерии, от которых мы можем оттолкнуться. Ну, на самом деле, наверное, путь здесь предложил в свое время еще патриарх современной информатики Алан Тьюринг, который предложил процедуру, в которой мы, по сути дела, сравниваем поведение машины в определенном тесте с поведением человека, да, почему бы нам здесь не использовать похожий подход, почему бы нам не заставить людей в слепом тесте оценивать произведения, которые создают машина и произведения, которые создают люди. Вот. То есть, по крайней мере, это нам, может быть, ничего не скажет о конкретной художественной ценности этих произведений, но оно скажет нам о том, что, ну, машина, по крайней мере, творит так же плохо, как люди, например, или так же хорошо, да, но, по крайней мере, мы не можем различить творения людей и машин. Вот. Ну, и понятное дело, что первым здесь за дело взялись статистики. Вот. Мой однофамилец Андрей Андреевич Марков еще в 13-м году предпринял весьма внушительное исследование, изучая закономерности, которые существуют внутри текстов. Да, то есть, ну, вот если мы посмотрим на последовательность символов в русском языке, то мы можем обратить внимание, что она как бы не совсем случайная. Ну, точнее, это не последовательность, в которой каждый элемент появляется в ней с одинаковой вероятностью. Да, мы знаем, что, например, там, после гласных букв у нас не встречается мягкий знак или твердый знак, да, в подавляющем большинстве осмысленных текстов. Ну, и так далее, и так далее. Да, почему бы не проанализировать вот эти статистические зависимости. Вот. Ну, и на самом деле этот подход, да, давайте попробуем сделать какую-то модельку, которая будет прогнозировать вероятности каждого следующего элемента последовательности. Вот. И мы будем дальше использовать вот это распределение, которое предсказывает эта модель для того, чтобы выбирать продолжение нашего там текста не совсем случайным образом, да, а вот пропорционально, с вероятностью пропорциональной прогнозы нашей модели. И вот этот подход, он и стал использоваться на заре компьютерной техники для того, чтобы создавать первые системы, которые могли генерировать что-то осмысленное. Ну, по крайней мере, одноленно напоминающее осмысленное, да. То есть у нас есть какие-то генераторы псевдослучайных чисел, у нас есть статистические модели, ну, например, основные на марковских цепях. И еще у нас есть наборы правил, например, да, ну, синтаксических правил, да, или правил, которые позволяют нам рифму оценивать, да, или там чередование ударений в соответствии их определенному стихотворному метру. Вот. И на основе вот этого подхода было создано много довольно забавных систем еще, собственно, начиная с 50-х годов. Вот, например, прекрасный пример, когда, значит, Кристофер Стрейч создал программу, которая сочиняла любовные письма, да, тоже случайным образом комбинируя фрагменты. Нехитрый генератор случайных чисел, небольшой набор фрагментов, небольшая статистическая модель. Ну и вот, пожалуйста, получают, появляются вот такие загадочные любовные письма на доске объявлений компьютерного факультета Манчестерского университета. Вот. Ну и примерно тогда же появились первые системы для генерации стихов, да, почему бы не замахнуться, так сказать, на вильяма нашего Шекспира. Вот, например, одно из произведений, написанное программой Poetry Generator. «Любовница супруга моего». Как будто торжествует, но, глядя, как работаю я в храме, в пещерах зла повсюду меня ищет, и помнит обо мне, в постели засыпая, хотя живу я в царстве безразличья. Не чувствует себя, уверена она, и никогда в мечтах о власти винить меня она не перестанет». Ну, понятное дело, что Черепик из сотни, наверное, вариантов генерации, скорее всего, был отобран наиболее удачный. Но, тем не менее, ну, на мой взгляд, это лучше, чем 99% текстов, которые публикуются на стихи.ру. Это можно даже, наверное, проверить. Я не задавался специально. Вот. Ну, в принципе, при помощи набора правил можно хорошо срифмовать что угодно, а смысл можно еще откуда-нибудь украсть. Ну, например, из поисковых запросов поисковой системе. Вот Яндекс.Автопоэт делает это именно так. Берет поисковые запросы, которые создают пользователи и при помощи нехитрой модельки укладывает это все, ну, например, в Онегинскую строфу. «Как позвонить в Сбербанк России? Возьму в аренду самосвал, лечение гипертонии, стендап-пузатый генерал, измерить скорость интернета, литературная газета, фильм достучаться до небес, код магнитолы Мерседес, вакансии в Североморске, что значит слово Реопод. Несчастный случай, снег идет, цена на шубы в Пятигорске, лес пахнет дубом и сосной, я просто должен быть с тобой». Ну, или вот, например, тоже очень интересный проект из 70-х годов, когда группа «Статистика речи» под руководством Раймунда Петровского создала программу, которая сочиняла скандинавскую поэзию, ну, а конкретно скальдическую поэзию. Дело в том, что скальдическая поэзия, она тоже подчинена очень такому жесткому канону, который можно при помощи нехитрого набора правил запрограммировать. Ну, и, по сути дела, она вот состоит из таких вот небольших фрагментиков с однозначной, обычно такой либо хвалебной, либо хулительной окраской, да, то есть мы можем программе задать задачу сочинить стихотворение, которое будет там либо хвалебным, либо хулительным, да, и там хвала или хула кому, да, и вот, пожалуйста, появляются такого рода кенниги, да, которые складываются в скальдическую поэзию. Да, ну, понятно, что с появлением нейросетей, с появлением продвинутых языковых моделей, основанных на нейросетях, это направление, оно стало развиваться, потому что мы стали гораздо лучше прогнозировать вероятности появления следующих элементов текста в зависимости от предыдущих. Вот, ну и вот, например, в 16-м году, опять же, мои коллеги из Яндекса под руководством Алексея Тихона и Ивана Ямщикова создали проект, который получил название «Нейронная оборона», и это была моделька, которая сочиняла песни в стиле Егора Летова. Вот, ребята даже записали целый альбом, пели, правда, они сами, вот, без помощи уже нейросетей. Ну, в целом, на мой взгляд, получилось довольно неплохо. Вот, и на самом деле Иван и Алексей опубликовали ряд научных работ, посвященный, лежащие в основе этого подхода модели, и там они сочиняли и стихи в стиле Пушкина и некоторых других авторов. Вот, ну, в общем, это на самом деле было, правда, очень здорово в 16-м году. Вот, ну, и тогда именно сложился такой канон ранней эпохи глубокого обучения, да, когда мы брали какое-то семантическое представление языка, например, word to weg, значит, это вот все модели, которые были разработаны аспирантами Йошио Бенджо. Это рекуррентная сеть поверх всего этого, ну, и, опять же, случайная подвыборка. Правда, есть некоторые нюансы, если мы стихи сочиняем, нам нужно еще откуда-то фонетическое представление брать, да, то есть фонетические транскрипции слов, но, в принципе, это все решаемо, и рекуррентные сети вполне могли создавать вот такие штуки, как нейронная оборона. Ну, вот, пожалуйста, там, нейропушкин, масла вувак, или тьмы мы гордо пировали, или Нейро Есенин, ты под солнцем стоишь и в порфире, как в шелку беззаботно горишь. Вот. Ну, в общем-то, если посмотреть, что лежало в основе этой модельки, да, 440 тысяч документов, 110 тысяч на английском, 330 тысяч на русском, да, 20 700 авторов, вот, ну, и вот ЛСТМ, которая все это дело изучала и научилась писать в таком стиле. Ну, тоже черепики, понятное дело, какие-то наиболее удачные примеры генерации. Вот. Мы, на самом деле, в то время баловались, баловались примерно с такими же моделями, на самом деле мало отличающимися. Это вот пример того, что генерировал ансамбль из нескольких ЛСТМ, которые смотрели на текст на разном уровне, на символьном, фонетическом, смысловом. Ну, ты подаешь затравку, да, и получаешь какой-то текст. На фоне формы каменной границы, как будто бы равнина далека, лениво стынет полная столица, чернеет свечка синяя строка. А я спешу к победе бесконечной, лечу с отрадой, томной чередой, но не томлюсь томительно-сердечной, нежданно-грустной памятью былой. Вот. Ну, на самом деле, еще тогда, опять же, на заре революции глубокого обучения, модельки научились генерировать не только тексты. Вот. Например, тогда был совершен первый подход к снаряду такой качественной фотореалистичной генерации картинок. Вот. Но на тот момент это были в основном модели, основанные на генеративно- состязательных сетях, так называемых. То есть у вас есть две нейронные сети. Одна выступает в роли генератора, другая выступает в роли критика, да, то есть как бы цель критика с точки зрения его функции потерь отличить сгенерированную картинку от настоящей, вот. А цель генератора, соответственно, произвести такую картинку, которую критик не сможет отличить от настоящей, да. То есть эти две нейросети, они как бы состязаются в процессе обучения и получается вот такой комплекс из двух сеток, который называется генеративно-состязательная модель. Вот. И при помощи этих моделей, ну, наверное, вершиной генерации картинок на тот момент стали модельки из семейства StyleGAN, StyleGAN2, StyleGAN3. Значит, вот эти модельки, они могли производить фотореалистичные картинки, но в каких-то узких доменах. То есть, грубо говоря, у вас была модель, которая генерирует лица, да. Вот. Она генерирует фотореалистичные лица и на тот момент, там, случае StyleGAN2, StyleGAN3 статистически значимо уже люди не могли отличить фотографию настоящего человека от фотографии, которую генерировал StyleGAN. Вот. И на самом деле до сих пор вот есть сайтик, он называется This X does not exist, да. И там вот выложено много таких моделек, да. This person does not exist, this cat does not exist, ну и так далее, и так далее, да. То есть там лежит куча генеративных моделек под каждые отдельно взятые домены. Вот. Что еще тогда появилось? Ну, тогда появился перенос художественного стиля в силу некоторой особенности сверточных нейронных сетей, то, что у нее, у сверточных нейронных сетей более абстрактные, более конкретные признаки локализуются в разных слоях. Вот. Мы на самом деле можем, ну, вот выполнять такие фокусы, да. То есть взять две картинки, с одной позаимствовать стилистические признаки, с другой, ну, как бы содержательные, да, семантические и скомбинировать их между собой, получить такой вот перенос художественного стиля с одной картинки на другую. Вот. Ну, этому предшествовала довольно интересная тоже история со всякими галлюциногенными собаками. Вот. Но мы сейчас не будем уж очень сильно углубляться. Вот. Тоже появившиеся в то время модельки, модельки пикс-ту-пикс, да, то есть которые транслируют пиксели в пиксели. Вот. Ну, здесь я немножко поиздевался над моделькой, потому что учили-то ее на картинках котиков, да, нарисована была буханка, вот. Ну, поэтому получилась вот такая котобуханка. Вот. Такой своеобразный маскот генеративных моделей. Котобуханка состязательной генерации. Вот. Тогда же появились первые модельки, которые решали задачу инпейнтинга так называемого, то есть когда вы удаляете какие-то части картинки и учите модельку консистентно дорисовать вот эти вот удаленные части. Ну, понятно, что получится, скорее всего, не то, что было в оригинале, но то, что, ну, как по мнению модели, консистентно. Вот. Вот. И это, в общем, тоже, на самом деле, уже неплохо работало тогда, в 16-17 году. Так. Вот здесь мне, наверное, помощь пультовой потребуется, потому что нужно вот кликнуть на видосик этот, чтобы он заиграл. Ну, вот эта моделька, которая называется Дип Бах, она была создана в 2015 году. И была обучена, соответственно, сочинять музыку в стиле Баха. Ну, это вот тоже вершина технологий таких дотрансформерных, то есть это две рекуррентных нейронных сети. Одна, значит, только с левым контекстом LSTM, другая смотрит в обе стороны. Мы как бы генерируем нотную последовательность вначале слева направо, а потом при помощи второй модельки начинаем доуточнять фрагменты, постепенно улучшая как бы вот этот черновик. Вот. В целом, качество было такое, что лучшие музыкальные произведения Дип Бах были устойчиво лучших худших произведений Баха. Вот. То есть, по крайней мере, это был довольно такой масштабный тест для сравнения тогда устроен. И действительно оказалось, что некоторое количество наиболее удачных произведений этой модели, они оказывались, по мнению людей, более удачными, чем многие произведения Баха. Так. Трансформеры. Я тут о них уже говорил много раз. На самом деле история трансформеров довольно интересная, потому что они в некотором роде являются такими пасынками рекуррентных сетей, потому что в основе них лежит так называемый механизм внимания, который изначально был придуман именно для рекуррентных сетей. А конкретно для моделек, которые решали задачи машинного перевода. И особенностью проблемы машинного перевода является то, что вообще в разных языках очень часто используются разные грамматические конструкции. То есть даже языки, которые относятся к одной группе или к одной семье, у них часто последовательность слов в одном языке не такая, как в другом. То есть у вас не получается переводить текст слово за словом. Вам нужно, когда вы производите какой-то очередной элемент выходной последовательности переведенного текста, как бы обращать внимание не на очередной элемент входной последовательности, а на какой-то другой. И для этого пригодились маленькие нейронные сеточки, которые могли сказать, что при производстве очередного слова перевода вам нужно обратить внимание на такое-то слово во входной последовательности. Ну и это, в общем, работало неплохо. А потом внезапно выяснилось, что на самом-то деле рекуррентные сети и не нужны. То есть можно взять вот эти механизмы внимания и состроить из них такую большую пирамиду. То есть построить внимание над вниманием, над вниманием, над вниманием, над вниманием. Много-много слоев внимания соединить в модели. И это будет хорошо работать, не хуже рекуррентных сетей. Но что самое приятное, такого рода нейронные сети, они как бы обрабатывают всю последовательность целиком. Не элемент за элементом, а сразу все токены последовательности. И за счет этого получилось довольно эффективно распараллеливать вычисления. То есть по сути дела вы выполняли сеть. Вам для того, чтобы произвести следующий токен последовательности, вам не нужно было произвести предыдущий. И за счет этого развязалось такое узкое горлышко нейростевых моделей, генерирующих последовательности. И получилось эффективно использовать большие тензорные суперкомпьютеры. То есть мы теперь могли взять суперкомпьютер, в него просто напихать очень и очень много тензорных вычислителей. Например, графических карт. Связать их между собой и быстрой шиной. И при помощи этой штуки обучить нейронную сеть, в которой будет не 10 или 20 миллионов параметров, как это было в 2016 году, а в которой будет 175 миллиардов параметров. То есть благодаря особенностям этой архитектуры получилось создавать сетки гораздо большего объема. И тут, к счастью, выяснилось, что такие сетки, и чем больше они становятся, тем лучше они решают самые разные задачи. Причем мы до сих пор, создавая и обучая такие сети, мы до сих пор не натолкнулись на такую проблему, как убывающая отдача. То есть мы практически в том масштабе, в котором мы увеличиваем сеть, примерно в том же масштабе растут ее способности. Кроме того, такое интересное явление, как эмерджентность в нейронных сетях, это когда у вас сеть до какого-то размера вообще не может решать какую-то интеллектуальную задачу хорошо, а потом вы чуть-чуть ее увеличиваете, и происходит фазовый переход. То есть оказывается, что вот эта вот сетка чуть увеличена, внезапно начинает решать эту же задачу уже очень хорошо. То есть такой происходит переход количества-качества, именно резкий. И именно благодаря эмерджентности оказалось, что действительно сделаем сетку побольше, и она хорошо решает какую-то задачу, которую раньше сети решать не могли. Это на самом деле довольно хорошая новость для всей нашей индустрии, потому что в целом пока что у нас нету таких же больших нейронных сетей, как биологическая нейронная сеть человеческого мозга. Но наша аппаратура, она становится все более и более совершенной. Ну и где-то там, ко второй половине 20-х, ближе к концу, у нас вроде как образуется, если темпы роста производительности вычислительных систем будут такими же, у нас наконец-то появятся машины, сопоставимые с человеческим мозгом по производительности. И это как бы дает нам надежду на то, что при помощи таких машин мы сможем создать системы универсального искусственного интеллекта. Вот. Ну вот то, о чем я говорил про размеры сеток. Вот. То есть действительно с 17-го года по наши дни фактически увеличение числа параметров трансформерных моделей идет экспоненциальным путем. То есть вот если посмотреть, мы действительно очень быстро проскочили там стадию от 100 миллионов параметров, дойдя сегодня уже до триллионов параметров. Вот. Ну вот, в общем, если посмотреть, то похоже это все на экспоненту. Да, экспоненциальная шкала и, значит, вот на ней там некоторые фундаментальные модели, так называемые. Вот. Ну, да, вернемся к исходной задаче. На самом деле, когда мы пишем текст, ну или сочиняем музыку, да, или производим какую-то другую последовательность, мы на самом деле что делаем? Мы как бы предсказываем следующий элемент последовательности по предыдущему. Ну, в самом простом случае. Можно, конечно, и похитрее задачи при предобучении использовать. Но вот в GPT моделях оно именно так, да, то есть это так называемая чисто декодерная, модельная, и все, что они умеют, казалось бы, это просто предсказать вероятности следующего элемента последовательности по предыдущим, да, то есть у нас есть какой-то словарь, в который входят там, ну, что хотим, либо символы по отдельности, либо куски слов, либо слова целиком. Вот. И мы, соответственно, нумеруем, да, у нас получается, что вот там есть 60 тысяч, например, элементов в словаре. Вот. И просто на каждом шаге GPT-х, она прогнозирует, с какой вероятностью следующий элемент нашего словаря может появиться в качестве продолжения этой последовательности. Можно на самом деле похитрее сделать, то есть можно еще другую задачу поставить сетки на этапе предобучения, то есть можно, например, случайным образом маскировать какие-то слова в последовательности, да, и просить сетку угадать, какое слово скрывается за маской, да, тогда мы сможем как бы не только смотреть на левый контекст, но и на правый тоже при необходимости. Но это все, в принципе, детали. Вот. Что, ну да, это как бы к вопросу росте еще сеток, да, там сетки, которые за триллион параметров перевалили, но это, правда, не совсем такой честный шаг, да, потому что это так называемые разреженные сети, в которых они как бы не монолитно имеют архитектуру, у них есть слои, которые между разными подсетями переключают течение градиентов, но тем не менее, да, такой вот трюк, он позволил создавать модели с триллионами параметров. Что на самом деле здесь, наверное, интересно, это то, что если мы умеем генерировать последовательности, это на самом деле, если мы вот умеем продолжать текст идеальным образом, самым умным, каким только можно, это значит, что мы можем решать любые интеллектуальные задачи. Почему это так? Ну, потому что, в принципе, любая интеллектуальная задача, она представима в виде последовательности. Ну, то есть, вот смотрите, представим себе такой текст, да, в нем написано, ну, там написано table-stool, apple- и нам нужно, теперь мы пихаем этот текст в трансформерную модельку и говорим продолжи. То есть, если она достаточно умна, да, она напишет там яблоко, ну, тем самым, да, мы задачу перевода, как бы, да, слова переформулировали в таком виде, что она стала продолжением последовательности. Вот, или, например, я не знаю, мы хотим сетку попросить узнать хвалебное или ругательное то или иное высказывание, да, вот, ну и мы пишем там, ты дурак, тире ругательное высказывание, там, ты молодец, тире хвалебное высказывание, там, ты просто чудо, тире, вот, ну и как бы сетка, если она опять же достаточно умна, она нам напишет, что это, хвалебное высказывание или ругательное. Вот, то есть, на самом деле, любую задачу, в принципе, можно переформулировать в виде задачи продолжения последовательности на естественном языке. Ну, как бы, с математической точки зрения фокус в том, что естественный язык это такая формальная система, на которой можно записать условия любой эффективно вычислимой задачи, ну, чисто математически это несложно доказать, например, потому что при помощи естественного языка можно описать машину тьюринга или лямбдоисчисления, а при помощи них, математически доказали, можно сформулировать условия любой эффективно вычислимой задачи. Вот, ну и, соответственно, казалось бы, какие-то неочевидные задачи, картинку сгенерируя по тексту. Нам на самом деле что нужно? Нам нужно просто научиться представлять картинку в виде некого подобия текста, в виде последовательности. Можно, конечно, это в лоб сделать, просто записывая цвета каждого пикселя. Зеленая точка, красная точка, синяя точка. Но это, конечно, будет неэкономно, так это не будет работать, поэтому придумывают специальные такие подсети, которые картинку превращают в последовательность таких вот кодовых слов, каждый из которых кодирует такой маленький квадратик в вашей конечной картинке. И вот сетка DALI, которая, собственно, стала первой такой сеткой, которая по произвольному тексту генерировала с хорошим качеством картинки, она, по сути, это та же самая GPT-3. У нее просто в словарь, помимо элементов естественного языка, помимо кусков слов, включены еще и куски картинок. То есть вот маленькие фрагментики из нескольких пикселей. И по сути дела у вас задача сводится тоже к продолжению последовательности. То есть у вас последовательность состоит из текстового описания, и дальше идущие за этим текстовым описанием картинки, описанные на вот этом картиночном языке. ДALI в свое время появившись, конечно, большое произвело впечатление, потому что могла нарисовать кресло в форме авокадо или какие-то вещи, которых, очевидно, не было в обучающей выборке. Вот, там, не знаю, иллюстрация с изображением ребенка дайкона в пачке выгуливающего собаку. Или даже эта сетка смогла выучить концепцию букв и какие-то короткие надписи писать, да, то есть вот по текстовому запросу понимать, что нужно нарисовать определенные буквы. Вот. Сейчас вся эта история продолжается при помощи диффузионных моделей, так называемых. Это еще один очень интересный такой подход, уже не авторегрессионный. В нем мы берем картинку на этапе обучения, накладываем на нее некоторый шум и учим модельку этот шум удалять, да, то есть из зашумленной версии получить версию с удаленным шумом. Поскольку шум накладывали мы сами, мы знаем, как картинка выглядела до удаления этого шума. Ну а дальше мы что делаем? Мы берем просто шум и последовательно применяем к нему вот эту модель, которая на основе текстового представления, которое мы в нее скормили, пытается все с каждым шагом приблизить эту картинку к тому текстовому описанию, которое мы дали. Ну, соответственно, вот этот подход, он во многих сейчас моделях таких самых лучших и классных реализован. Дали-2, стейвл диффьюжн, миджорни, мейджин. Вот. Ну здесь вот, пожалуйста, там астронавт, скачущий на лошади, и собачка, там, шиба ину, едущий на велосипеде. Все это прекрасно генерируется сейчас. Правда, для этого нужно довольно много вычислительных затрат, но тем не менее. По крайней мере, вот моделька миджорни умудрилась выиграть соревнования художников в одном из американских штатов. Вот. Так что, опять же, ну, в некотором неявном виде такой вот визуальный тест Тьюринга был пройден. Вот. Ну, я еще немножко расскажу, что делаем мы. Мы, на самом деле, тоже создаем много всяких разных генеративных моделей. Одним из первых наших подходов к снаряду стало воспроизводство моделей семейства GPT. Вот. То есть мы создали свою версию GPT2, свою версию GPT3. Вот. Значит, ну, самая большая GPT3, которую мы обучили с 13 миллиардами параметров. Учили мы это все дело при помощи суперкомпьютера Кристофари. Вот. Что эта моделька может в итоге? Ну, например, она может вполне писать тоже неплохо тексты. Особенно хорошо тексты, в которых и так смысла особенно не было, да? Вот. Ну, например, вот здесь статьи для желтой прессы. В качестве затравки я использовал текст шок-контент. Люди ахнули, когда узнали, что Алла Пугачева и Моргенштерн. Ну, и дальше, как бы, мне больше всего в этом тексте, знаете, что понравилось? Что, кроме того, Пугачева раскрыла подробности своей биографии, в которой оказалось немало скандальных эпизодов. Например, она утверждала, что в молодости была гейшей, а также, что у нее в шкафу хранился сухой паек на случай атомной войны, а ее зять Г.Л. Рамазанов открыл для себя ясновидение. Вот. Ну, гороскопы тоже, видите, да? Руджи Пти-3 достаточно умна, чтобы знать, в какой последовательности там идут знаки зодиака друг за другом. Я потому что не помню, например, значит, она уже умнее меня хотя бы в чем-то. Вот. Ну, вот литературное творчество, почему бы не попробовать тоже. Литературные анекдоты Хармса. Вот. В качестве затравки, вот видите, три штучки было подано. Вот. Мне больше всего понравился. Вот. Навсегда запомнилось Пушкину, как Гоголь стал матросом. Он вышел из кабака и заглянул в один кабак, заглянул в другой, потом пошел домой, постучал в свою мазанку и сказал, я матрос. Ну, почему бы не заставить такую ГПТХу генерировать стихи? Ну, она, оказывается, может из коробки это делать. Саша, я буквально три минутки еще займу. Вот. Мир без царей, без власти и без революции, забытый, нежданный, богатый, где вздымаются к небу языческие племена, в полях, в лугах, на озерах, в лизах, в рощах, в полях, где ветер свищет и свистит, где в снегах радуга горит, где струны поют, звенят, где все, что нам дышит, дышит, как солнце и месяц единый. Пелым живых к нам приходит с запада, с востока, с востока, на пестром праздничном троне славный царь Емельян. И видна за ним страна, избенная, изломленная и дорогая. Спит в ней гордый царь Емельян, спит народ, и царь мирно спит. Спит голова его алмазная, спит краса его стальная, спит краса его голубая, спит цвет его, краса его золотая, спит рабская честь его, спит вера его и совесть его, спят и дремлют богатыри. Вот. Но ГПТХ ничего не знает про фонетику, но она вот так вот в столбик выстраивает слова, чтобы было похоже на стихи. Вот. Чтобы, конечно, тут что-то с этим сделать, нужно постараться, то есть либо тоже использовать фонетические представления текста, или ансамбль сделать из моделей, объяснить машине, что такое Негинская строфа, где ударение в разных словах. И вот такой уже ансамбль из нейронной и символьной модельки неплохо сочиняет стихи. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, где же вы, подружки, где любезный ангел мой? Верно, в роще на опушке он с похмелья и немой. Ну или вот, например, мне больше всего нравится справа, это такая моделька, которая просто ключевые слова получает и по ним сочиняет четверостишья. Я вот использовал в качестве ключевых слов зеленый слоник. Получилось. В тот мир, где все как на ладони, идет пастух, пасутся кони, и серый волк, зеленый слоник, сидя, присев на подоконник. Так, тут было, кажется, еще, тут было аудио где-то. Где, где потрачено? Аудио потрачено, ладно. Так, ну вот мы на самом деле в этом году учинили такое маленькое хулиганство и вместе с Павлом Пепперштейном создали сборник, который называется Нейропепперштейн. Половина рассказов в нем написана Павлом, половина, значит, написана моделькой, которая училась на творчестве Пепперштейна писать в его стиле, да, то есть, ну, это тоже такой наследник ГПТХи. Вот. Мы пока не раскрываем, какие есть какие, вот, но мы вот с Павлом, когда книгу презентовали, он говорит, я, говорит, вначале думал, что будет очень легко различить, где кто. Вот. А потом, говорит, я прочитал первое же, значит, там, статью литературного критика, и литературный критик пишет. Да, ну, все-таки машинам еще далеко до людей. Вот, например, здесь машина однозначно себя выдает и приводит текст, который на самом деле написан Пепперштейном. Вот. А после этого говорит, а вот здесь, вот в этих строках мы видим настоящего Павла. И дальше идет текст, написанный нашей моделькой. Вот. То есть, это был один из самых забавных случаев. Вот. Ну, вот еще россыпь и разное творчество. Наш аналог Дали, Рудали Малевич. Это маленькая моделька. Автопортрет Малевича. Ежик в тумане. Кошка, которая сделана из белого облака. Ну, и Кандинский. Это уже побольше моделька с 12 миллиардов параметров. Тут вот автомобиль на фоне города. Звездный городок в полнолунии. Закат и город. Подсолнухи в Азии. Вот. Так. А здесь где аудио-то? Где аудио? Кто потратил аудио? Все. Может попросить коллег включить? А вот там были прям значки. Беда, да? Это оно? Да. Это поют нейронки. То есть, ну, музыка наложена. А сам синтез речи сделает такую модельку, которая получает, собственно, контур F0, ноты, текст. И может спеть произвольный текст. Ну, собственно. Ну, давайте, не знаю. Мы потом пошарим же эту презу, да, со всеми зрителями. Тут есть просто примеры всякой музыки тоже, которую мы генерируем. Но сейчас уже времени мало осталось. Хочу, чтобы чуть-чуть хотя бы на вопрос. Да, давай, Сереж, попробуем поотвечать на вопросы. Да, ну вот последний буквально слайд. Программный код тоже могут вполне модельки писать сейчас, да. То есть, ну, про это можно рассказывать бесконечно. Вот, давайте лучше, да, ответим на какие-нибудь вопросы. Только вставайте, пожалуйста, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Анна, Нижний Новгород. Спасибо большое за лекцию. Сейчас, насколько я знаю, уже существуют прототипы квантовых нейронных сетей. Можете ли вы сказать, в каком вообще состоянии это находится? Что нам даст квантовая нейросетка? И чего вообще нам от них ждать? Будет ли восстание машин уже наконец или нет? Спасибо за вопрос. Вообще, квантовое машинное обучение довольно перспективное направление, но оно, конечно, пока исключительно академическое. Почему? Потому что у нас пока что нету достаточно мощных квантовых компьютеров, да. То есть у нас сейчас компьютеры насчитывают десятки кубитов, да, квантовые. Ну и если не брать там вот эти так называемые адиабатические квантовые компьютеры, которые D-Wave делает, да, но большой вопрос, квантовыми ли они являются, но все равно, да, то есть заявленное число кубитов там типа тысячи. Вот. Нейронные сети, которые решают прикладные задачи сегодня, как вы видите, имеют там миллиарды, триллионы параметров. То есть нам для того, чтобы обучать большие квантовые сетки, нужны, конечно, принципиально другие квантовые машины, не те, которые у нас сейчас есть в лабораториях. Но вот как доказательство самой концепции возможности, да, использования квантовых машин для обучения, моделей машин обучения, да, это показано, в чем преимущество будет, ну, быстрее будут обучаться, да, то есть быстрее эти модели будут сходиться к там каким-то точкам равновесия, оптимума, вот, и, соответственно, ну, как бы вот в теории, если у нас будет машина с таким числом кубитов, необходимым числом параметров, то она будет учиться гораздо быстрее, чем на современных тензорных машинах. Можно в первый ряд, пожалуйста, микрофон? Это не мое. Добрый день. Спасибо за лекцию, было очень интересно. Так, пожалуйста, микрофон. Да-да-да. Вы знаете, есть такое мнение, что мы не знаем, что происходит в нашем мозге. И когда мы говорим про искусственный интеллект, ситуация та же самая. То есть вот мы обучили нейронку, мы даем ей, допустим, две картинки. Одна из них стиль, другая то, что мы рисуем. Как получается третий результат, никто не может сказать. Есть ли какие-то исследования в эту сторону? Как это происходит? Ну, может быть, есть инженеры отдельные, которые это считают и могут спрогнозировать. Да, спасибо за вопрос. Есть целое большое направление, которое называется объяснимый искусственный интеллект, explainable AI. И там делается очень много всяких разных интересных работ. Но здесь вот что важно заметить. Здесь ключевой такой вопрос в том, что значит знаем. То есть на самом деле в отношении нейронной сети… Ну, нейронная сеть – это такая большая многоэтажная формула. Можно представить ее так. В которой вот там миллионы, миллиарды коэффициентов. И вы подставляете в эту сеть входные данные. Ну, например, картинка – это набор чисел, которые кодируют пиксели. Подставляете, рассчитываете эту формулу. Результатом ее является, ну, там, не знаю, число близкое к нолику, если котик нету на этой картинке, да, единица, что есть. Мы в некотором смысле, как сказать, мы понимаем каждый шаг этих вычислений. Проблема только в том, что вот наша способность этот опыт перенять и как бы использовать его самим в принятии решений, она ограничена таким вот, как говорит Сесаро Дальга, челобайтом. То есть вот у человека, у него его способность понять какую-то модель принятия решений, она ограничена вот этим челобайтом. Что нам делать? Вот другие люди, ведь у них тоже в голове гигантские биологические сети. Мы садимся в такси, за рулем едет человек, мы не знаем, как он принимает решения, мешает нам это или не мешает. То есть в ряде случаев нам объяснимые системы, во-первых, не очень нужны, потому что на самом деле нам нужна от них надежность и необъяснимость. А надежность можно проверить, например, благодаря возможности провести миллионы тестов и получить какую-то статистическую оценку надежности. Если же мы обязательно хотим объяснимость получить, вот как это работает у людей? Люди свои знания упаковывают в какие-то компактные представления, например, в человеческий язык. И учитель объясняет ученику, как он принимает решения. Но, во-первых, это сжатие с потерями, сразу вам скажу. Потому что на самом деле люди в большинстве случаев, если речь идет о сложных интеллектуальных задачах, они сами не знают, как они их решают. Ботвинник всю свою жизнь потратил на то, чтобы создать шахматную программу, которая будет играть в шахматы, как он. То есть он всю жизнь с командой довольно талантливых программистов писал системы, наборы правил, пытался формализовать те признаки, на которые он опирается, главный участок боя, траектории нападения, траектории защиты и так далее, и так далее. По факту в результате имеем пшик. То есть как бы этот подход себя не оправдал, потому что наша способность интерпретировать наши собственные модели принятия решений, не говоря уже о моделях других людей, она очень сильно ограничена. Но тем не менее механизм такой. Можно сказать, что люди относятся не к числу объяснимых моделей сами, а к числу объясняющихся. То есть мы умеем какой-то нарратив генерировать по поводу принятия нами решений. Насколько он связан с тем, как мы на самом деле решение принимаем? Ну, относительно. Сделать такую модель можно, которая будет, например, переводить язык коэффициента в большой сетке в какие-то высказывания на естественном языке. В принципе, несложно. Более того, можно сетку упростить, сделать из нее дерево решений, которое вместится в этот челобайт. Еще люди используют представления общие. Мы живем в одном обществе, занимаемся одной деятельностью. Если я хочу Саше, который, например, вдруг никогда не видел тигра, объяснить, как выглядит тигр, я скажу, ну, это большая кошка с черными-белыми полосками. Почему я это смог так коротко сделать? Потому что я уверен, что Саша знает, что такое полоска, что такое черный, желтый и кошку он видел. В силу общности нашей практики мы можем еще такой трюк при упаковывании наших представлений использовать. В общем, всем этим занимается XAI, explainable AI. Есть огромное количество работ на эту тему. Есть разные объясняющиеся модели. Есть разные там способы упрощения нейронок. Есть способы визуализации того, что внутри трансформерных моделей происходят карты внимания, так называемые. Есть визуализация того, что внутри сверточных сеток происходят сверточные ядра и так далее. Огромная-огромная индустрия, огромное направление. Там работают сотни ученых. То есть, если интересно, то я могу там какие-то ссылки потом накидать. Спасибо, Сергей. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Сергея за крайне интересное выступление. Я думаю, что недалеко то время, когда на этой сцене будет стоять какой-нибудь киборг и с легкой улыбкой, укладываясь в регламент, отвечать на любые каверзные вопросы. Но пока что мы, по крайней мере, в некоторых задачах вынуждены полагаться на собственный несовершенный интеллект, который требует в том числе просвещения. А вот с просвещением у нас не все радужно, и об этом мы будем говорить минут через десять. Сейчас, Сергей, хочешь что-то сказать? Спасибо, что позвали. Спасибо вам, что слушали мой поток сознания. Спасибо, Сергей, крайне интересно. Я обожаю вот эти примеры, особенно Котобуханка. Это, по-моему, мега-хит. Друзья, оставайтесь с нами, оставайтесь в Homo Science. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok